МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители 12-го микрорайона недовольны работой КСК. 80-квартирный дом в Майкудуке утопает в канализационных водах. Свой профессиональный праздник отмечают спасатели и пожарные. Сегодня в стенах Политехнического колледжа, где готовят спасателей нашего региона, состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Подведены итоги проекта «Молодежный кадровый резерв». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем по порядку. 80-квартирный дом в Майкудуке утопает в канализационных водах. Жители 12-го микрорайона недовольны работой КСК. С их слов, председатель кооператива собственников квартир Адонис не предпринимает никаких действий по откачке воды из подвалов. Ровно год они живут и дышат зловонным запахом. Ситуацией разбирался наш корреспондент. Жители 49-го дома устали жить с постоянно открытыми форточками. Из-за неприятного запаха, который идет из подвала, они не могут нормально дышать и принимать гостей. Галина Гусина живет в этой многоэтажке уже 15 лет. Со слов пенсионерки, последний год для их дома стал самым тяжелым. Ведь канализационные трубы в подвале то и дело забиваются, и вода течет прямо под квартиры. Каловые массы все прям до зала доходят. Они же все потом выливают, все это самое. А потом их тоже не будет это самое. Слесаря иногда у них понедельник выходной, воскресенье, допустим, выходной. Только надо вторника ждать. Бибикуль Бахтигузина живет на пятом этаже. Со слов женщины, ужасный запах добирается и до ее квартиры. Избавиться от него самостоятельно жильцам не под силу. А обращения в КСК не дают результатов. Там их лишь кормят обещаниями. В местном Акимате тоже не реагируют. Объясняя все тем, что жители должны сами разбираться с КСК. А последние своих обязанностей не выполняют. При этом деньги мы платим исправно, говорит пенсионерка. Уже не первый раз мы в милиции обращались и писали мы. И толку никакого не будет. Потому что везде сидит, кому на руки надо дать, кому под книжку дать. А у работников КСК Адонис по поводу жалоб жителей своя правда. С их слов жильцы сами виноваты в постоянных прорывах канализационных труб. Дескать, кидают в трубы, что попало. От того они и забиваются. К тому же бухгалтер организации рассказала, что долг этого дома уже превысил 500 тысяч тенге. Это уже с учетом набежавшей пени. Поэтому в ближайшее время людям ремонта канализационных труб ждать не стоит. До метра трубы мы можем за счет КСК делать. А если уже такие глобальные ремонты, то мы не потянем. Со слов бухгалтера КСК, затрат у них и так хватает. Ведь с тех денег, которые к ним поступают, они платят зарплату своим сотрудникам. Это и слесарь, и сварщик, и дворники. При этом борьбу с злостными неплательщиками, иначе, как при помощи объявлений, ввести они не могут. В крайних случаях подают на владельца в суд. Однако даже при положительном решении суда добиться выплаты от жильцов не так-то просто. Ведь судоисполнители свою работу тоже выполняют спустя рукава, жалуется она. Так куда же обращаться добросовестным владельцам квартир и доколе терпеть этот запах, остается под вопросом. Аймам Ренежисуа Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Нур-Отан провел встречу с участниками и победителями проекта «Молодежный кадровый резерв». В конкурсе принимала участие молодежь от 18 до 28 лет. По итогам двух этапов были отобраны лучшие. Тему продолжит Диана Рамазанова. Проект «Молодежный кадровый резерв» дает нынешнему поколению хороший жизненный старт. Из 58 участников в финал пробились лишь двое. Победителей конкурса ждет трехмесячная престижная стажировка. Махаббат Коптлео – студентка четвертого курса Карагандинского экономического университета. По специальности – мировой экономист. Узнав о конкурсе, не задумываясь, подала заявку на участие. Махаббат в совершенстве владеет несколькими языками. Уверенность в себе и в свое будущее привела участницу к победе. Я считаю, что этот проект даст мне огромное колоссальное обучение. Как говорили сегодня, может, это даже поменяет мое мировоззрение. Я очень жду много нового, много в плане обучения. Может быть, толчка для продвижения по карьере в будущем. 32 участника проекта, в том числе победители конкурса, пройдут специальное обучение в высшей школе партии Нур-Атан в городе Астана. Лучшие политологи, социологи и психологи Казахстана и стран зарубежья проведут колоссальную работу над участниками проекта. Также участники получат возможность пройти стажировку в лидирующих национальных компаниях Казахстана и даже в администрации президента. На данный момент все участники являются студентами последнего курса, четвертого. После окончания учебного заведения они имеют право обратиться со своими рекомендациями и сертификатами работодателя. По итогам обучения все участники попадают в государственный кадровый резерв. Также они получат сертификаты и рекомендательные письма, что обеспечит легкое трудоустройство в будущем. В Карагандинской области прошел итоговый обучающий семинар на тему регулирования социально-трудовых отношений. Совещание международного уровня прежде всего рассчитано на усиление роли социально-трудовых отношений в разрешении конфликтных ситуаций. Собрание было организовано Управлением внутренней политики Карагандинской области совместно с частным учреждением Центра разрешения конфликтов «Диалог». На протяжении всего 2015 года профессионалы давали уроки руководства начинающим специалистам. Задача семинара направлена на усиление потенциала руководителей и специалистов организаций в урегулировании спорных ситуаций и конфликтов в коллективах. Наша Карагандинская область является промышленной областью Казахстана, поэтому у нас очень много и градообразующих предприятий, и вообще экономических различных предприятий. Поэтому, конечно же, там, где работают люди, там, где есть социальное взаимодействие, везде есть какие-то, скажем так, непонимания, какие-то недомолвки и так далее. Карагандинская область не исключение из всей череды, скажем так, производственных таких, скажем, областей. В семинаре приняли участие государственные органы, представители предприятий, профсоюзных организаций области, а также профессор Софийского университета имени Святого Климента Ахрицкого, представитель научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, доктора политических наук и зарубежные эксперты. Казахстан достаточно своеобразная страна в смысле, что разницы между регионами большие. В одних регионах, как, например, в области Караганды, где есть большая индустрия, могут доминировать трудовые конфликты, там, где нет такой индустрии, конфликты другого характера. Процесс формирования социально-трудовых отношений требует общественного регулирования, позволяющих уменьшить число конфликтов ситуаций. Большинство участников совещания смогли найти для себя что-то новое в позитивном разрешении трудовых конфликтах. Ассель Сазанбаева, Диана Рамазанова, Толя Генрошитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. Посол Кореи Чо Йонг Чон подарил корейско-казахстанскому благотворительному центру национальный головной убор. Иностранный гость познакомился с сотрудниками центра, а также встретился с представителями ассоциации корейцев Карагандинской области. Во время знакомства было подано национальное блюдо – кимчи. Встреча иностранного гостя с карагандинскими корейцами прошла в непринужденной обстановке. Собравшиеся с огромным интересом слушали рассказ посла о жизни в Корее. Чо Йонг Чон остался доволен встречей с казахстанскими корейцами. Ведь в нашей стране, с его слов, преобладает толерантность и спокойствие. Посла приветствовал Аким Октябрьского района Иржан Тимирханов. Чиновник отметил, что корейская культура чем-то схожа с казахской. Пожелал, чтобы визиты посла в наш город были чаще. Желаю вам хорошего настроения и здоровья. Встреча закончилась обменом подарков. Посол привез в Караганду национальный головной убор, который когда-то носили корейские мужчины. Организаторы подарили гостю карагандинский сувенир. Особенно эмоционально собравшиеся встретили мастер-класс по приготовлению корейских блюд. Чо Йонг Чон пообещал, что его визит в шахтерскую столицу не последний. А имам Ренажа Сулама Кулбеков, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Продолжаем выпуск. СЕРТ. Под таким названием начинающий поэт Жанибек Алиманов выпустил свою первую книгу. В стенах Карагандинского государственного университета имени Букетова прошла поэтическая встреча, на которой собрались многие поэты и заслуженные деятели искусств. Среди них были сери Коксун Карулы, Абзал Букен и многие другие. На творческом вечере побывали и наши корреспонденты. Молодой поэт родился в селе Нальде, Шитского района. По словам родных и наставников со школьных времен, он отличался не только хорошими отметками. Кроме того, в школе Жанибек увлекался казахской поэзией. Сегодняшний вечер для меня очень важен тем, что я переступаю порог казахской поэзии. Это для меня как вдохновляющий момент в жизни, так как все мои стихи впервые уходят в свет. У меня на будущее множество планов относительно поэзии, и я в творческом поиске. Новая книга поэта состоит из четырех частей. Здесь и стихи на тему любовная лирика, общественного характера и о природе. Например, как красное пальто «Серт Сон Аблая». В них поэт старается донести до читателей истинный характер любви и духовного обогащения. Жанибек является моим очень хорошим учеником. У него врожденный дар. Со студенческих времен он показал себя не только как способный журналист, но и как талантливый начинающий поэт. Из сегодняшних молодых поэтов он является одним из лучших. Мы верим, что у него все получится. Молодой поэт был признан лучшим поэтом 2013 года в поэтическом состязании имени Шумамбека Ташенова. Этот конкурс был началом его серьезной творческой жизни. На сегодняшний день века работает журналистом в областной газете «Урталы Казахстан», а в свободное время пишет стихи и перечитывает всю поэзию – от Абая до нынешних Акынов. На примере новой книги начинающему поэту вручили похвальную грамоту от имени Мухтара Шаханова, который уже успел познакомиться с поэзией поэта. У каждой книги стихов своя судьба, но есть нечто общее, что поистине находит путь к сердцу читателя. Сегодня наша страна 23-й раз отмечает День Духовного Согласия. Такую знаменательную дату студенты экономического университета Караганды не оставили в стороне и собрались за круглым столом. Молодежь задавала вопросы о вероисповедании представителям управления по делам религии и священнослужителям. Подробности в сюжете Фаризы Олбаевой. Уже в первый год существования Казахстана в октябре 1992 года в Алматы под патронажем президента Назарбаева был проведен первый Всемирный Конгресс Духовного Согласия. Конгресс обла представителей различных конвесий, духовных школ, гуманитарных общественных движений. За такой небольшой промежуток времени тема религии все еще не теряет свою актуальность. Она, как и прежде, требует особого внимания, чем и дальше занимается управление по делам религии. Вот именно к таким мероприятиям, связанным с профилактикой религиозного экстремизма, укреплению духовности, духовной безопасности и вообще, что касается именно вопросов религии. То есть идет вопрос разъяснительной работы, вопросов укрепления толерантности, межконфессионального согласия. И вот эти вопросы сегодня будут опять подняты. Духовное единение людей разных культур и вероисповеданий является стратегическим фактором, благодаря которому обеспечивается стабильность и устойчивое развитие. Сегодня религия обеспечивает духовное объединение людей, а действующее законодательство страны дает свободное право граждан на волю вероисповедания. По этой причине работа с молодежью ведется активно, чтобы выбор молодых не напал на неправильный путь святости. Народ является всегда одним целым. И все те разделения, которые пытаются сделать и в нашем народе путем развития и дестабилизации всего того, что совершается в обществе путем нетрадиционных конфессий и религиозных течений. Такие встречи со студентами на сегодняшний день становятся ежегодными, ведь вопрос религии, как всегда, занимает особое место. А работа с молодежью требует тщательного внимания, чтобы избежать нетрадиционные религиозные течения и стеречь от них подрастающее поколение. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Свой профессиональный праздник отмечают спасатели и пожарные. Сегодня в стенах Политехнического колледжа, где готовят спасатели нашего региона, состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате. На торжестве, где награждали лучших из лучших, грамотами и наградами побывала и наша съемочная группа. Днем создания спасательных служб в Казахстане считается 18 октября 1995 года. И за 20 лет представители мужественной профессии, жертвуя своей жизнью, спасли жизнь миллионов. Среди представителей мужественной профессии – Кудайберген Кусаинов. В системе спасательной службы до отставки он проработал 10 лет. За весь промежуток времени он спас не одну человеческую жизнь. За свой честный и бескорыстный труд получил немало орденов и наград. Список наград сегодня дополнила и сегодняшняя почетная грамота Акима области в честь 20-летней юбилейной даты. Рыцарская профессия Сегодня я могу сказать с таким удовольствием, уверенностью, что есть такая профессия – защищать, спасать людей. Это самая великая миссия. И на войне спасают, и в мировое время. И к этому система ЧАЭС готова. У этих мужественных людей рыцарская профессия. Наградами и благодарственными грамотами были награждены сотрудники подразделений ЧАЭС Республики Казахстан. Каждый из них является примером подражания для подрастающего поколения. В зале помимо мастеров своего дела в этот день присутствовали и будущие спасатели, которых готовят в Политехническом колледже Караганды. За эти годы свыше 4000 учащихся мы выпустили по этой специальности, которые трудятся на отрядах спасательного реагирования, в пожарных частях и других структурах аварийно-спасательной службы не только в Карагандинской области, но и по всей республике – в Южно-Казахстанской, Алматинской, Чимкенской областях. Также наши выпускники трудятся в России в спасательных службах и также в дальнем зарубежье в Германии. Все эти люди достойны уважения. На них мы надеемся в трудные минуты. И они каждый день на посту и готовы ежеминутно прийти на помощь. Фариза Улбаева, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Не потерять веру и не сбиться с правильного пути. В преддверии Дня духовного согласия для молодежи провели встречу с религиоведами и представителями духовенства. На мероприятии обсудили вопросы межэтнического и межконфессионального диалога в республике. Подробности у Ларисы Хусаиновой. 18 октября в Казахстане празднуют День духовного согласия. В честь этой значимой даты проводится множество мероприятий и круглых столов, на которых обсуждают проблемные вопросы религии. Но главной целью таких встреч является воспитание духа толерантности в молодом поколении. Любой народ, любой человек, он создан вот в этом мире для того, чтобы он всегда развивался. Развивался и творил благо. К сожалению, у нас сейчас идут везде войны, терроризм, экстремизм. Наша полеонная планета почти сотрясается от этого. Но вот эта мероприятия как раз против всего этого. Одним из важнейших достижений независимого Казахстана является уникальная модель межэтнической толерантности и общественного согласия. На мероприятие были приглашены религиоведы, профессора кафедры политологии и другие представители духовенства. Подобные встречи для молодежи, именно для студенческой молодежи, помнишь, конфессиональное согласие. Они дают возможность усвоить молодежи вопросы толерантности, многонациональности, узнать побольше много о своей культуре. Представители мечети, наибы-мамы, представители православной церкви, они дают возможность молодежи больше открыть для себя религию, чтобы не заблудиться, чтобы узнать истинный путь. Стабильность и согласие – это большая работа, которую нужно проводить изо дня в день, из поколения в поколение. И неважно, какому этносу и религии принадлежит человек. От этого зависит благополучие нашей Родины и будущее каждого гражданина. Лариса Хусынова, Толиген Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинцы верят в победу 3G-чемпиона. Предстоящий бой Геннадия Головкина с канадским боксером Давидом Лемье не оставит шансов для последнего, считает руководитель областной детско-юношеской школы бокса Серик Елеов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года Серик Саматович сейчас работает в школе бокса. Имеет более 70 медалей и наград. В его копилке золотая медаль в чемпионате мира среди юниоров. Он призер чемпионата Азии и второй финалист центрально-азиатских игр. Также за его плечами международные турниры. Сегодня он рассказал о давней дружбе с Головкиным. С его слов Геннадий Головкин отличался умом и упорством. Канадец Давид Лемье, безусловно, является одним из серьезных соперников в карьере непобежденного Геннадия Головкина. Сейчас Лемье пятый в рейтинге. У него большой процент нокаутов. Однако Геннадия ему не победить, считает Серик. В качестве примера Елеов привел факт, что Лемье уже проигрывал нокаутом. Причем боксеру, которого Геннадий в свое время убрал за два раунда. Напомним, бой мастеров кожаной перчатки состоится 17 октября. Трансляция «Боксерского вечера» из Лос-Анджелеса проведет телеканал «Казахстан» 18 октября в 7 часов 55 минут утра. Однозначно закончится досрочно, но я думаю, это будет после пятого, после шестого рауна. Я думаю, Гена вот с такими соперниками, я его просто знаю очень хорошо. Он грамотно работает. Очень хороший, сильный спортсмен. Я его в бои смотрел, у меня даже каждый раз смотришь, лишь бы бокс есть бокс, можно всегда пропустить удар. Но Гена у него не только он бьет, он и думает головой. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Аман Сау Волгсдар. Редактор субтитров А.Семкин